Недельная глава Масей. Последняя глава книги Бамидвар. Интересно, в эту субботу жители за границей догонят нас. Мы будем читать одну главу Масей. Они будут читать две главы Матод и Масей, и они нас догонят. А дальше будем идти тем же ритмом. Эти поездки в Исраил, сынов Израиля, а шоется, что бывшие меры с Митраем и землей египетской, лицевейцом по их армии, через Моше и Аарона. Миша записалась с мельцем их выхода в Масей по их поездкам, а в Пиадиной по Устамбурге. Их поездки в Масей по их выходам. Так тут рассказывается о поездках еврейского народа в пустыне. от выхода из Египта до кончины Моше. Всего тут указаны 42 поездки. Так вопрос, для чего Тора пишет это? Тут перечислено много мест. Давайте почитаем и поймем, для чего Бог записал в Торе эти места. Два из Сумирама. То есть выехали из Рамсы из Бахейда Шоришин первый месяц, то есть Ниссан, Бахамиши осо ем Бахейда Шоришин, 15 день первого месяца, Мимохраса в Песах, на завтра после принесения пасхальной жертвы, Йоцуб на Исраил, вышли сыны Израиля в Йодрома, поднятой рукой, на иной коуми троим, перед глазами всего Египта. То есть они вышли не как пугливые рабы, а как свободные люди, с поднятой рукой. А египтяне хоронят, что Бог перебил у них всех первенцев, и их идолов, Бог сделал наказание, что их идолы, если металлические, то они растаяли, расплавились, есть деревьяные, изгнили, и так далее. Когда Бог наказывает народ, он наказывает его идолов тоже. Иисус вне Исусаよь мир, амсейс, вышли сыны Израиля из рамсейса, распорожили все ссылки. Иисус вне ссылки за амсейс, выехали ссылки за амсейс и которые в краю Пустыне, иисус вне иисус, вышли из амсейс, но еще находились на пиа Кирес, возле пиа Кирот, а сейчас возле бал Цфэн, там идет такой болсон, они расположились перед башней. То есть они немножко вернулись назад. Бог специально это сделал, чтобы везти египтян в растерянность, чтобы они за ними погнались. Они поехали в Ахирот, они прошли внутри моря в пустыню, три дня, дорогу трех дней в пустыне, и там в Аяхану расположились в море. Они приехали в море, они пришли в Элим. В Элим было 12 колодцев в Ишимент море и 70 пальм. Они расположились там. Их подошли за половину Дúnera. Они приехали в Медбар Синь, в пустыне Синь. Их подошлись. Их подошлись дал General Питер. Их подошлись дальше. Их подошлись. Их подошлись дальше. Их подошлись дальше. Он поехал на transparence. Оchuckles del 100. не было воды у народа Питер. Боису поехали, выехали в Мирофилии, поехали в Аяханулу, расположились в Зумитбар Синой, в пустыне Синой. Для чего Тора пишет и упоминает все эти места? Для чего? Раши пишет два пути. Раши говорит так. Написано, что они ехали, скитались в пустыне 40 лет, чтобы мы не думали, что это так страшно. И Раши делает такой расчет. Всего 42 поездки, из них 14 было в первый год, когда они с воодушевлением собирались, планировалось, что они вошли в страну. Когда человек едет в определенное место, и он должен пойти и занять страну, это идет легко. 8 поездок в сороковой год, когда они опять-таки ехали войти в страну. 14 плюс 8, сколько? 22. 42 поездки, минус 22. Сколько остается? 20. Эти 20, они были в таком месте, как Дэш, 19 лет, а другие 19 лет. На 19 лет было 19 поездок. То есть в среднем поездка в год. Не так страшно. Это первый путь Раши. Второй путь, что это подведение итогов поездки. Кратко, тут было так, тут было так, в этом месте было так, в этом так. Это второй путь Раши. Рамбам в своей книге Морене Бухееву говорит совсем другое. Другое объяснение. Он говорит так. «Видите, еврейского народа, в Синайской пустыне были великие чудеса. Естественно же, пустыня, страшная пустыня. Ничего там не растет. Нет воды, нет колодцев, нет тени. Невозможно там жить. Тем более, что еврейский народ был… Знаете, сколько было евреев тогда? Грубо говоря, два с половиной, три миллиона. Расчет очень простой. Мужчин с 20 до 60 было 600 тысяч. Ну, а сколько женщин? Привязательно то же самое. 600 тысяч плюс 600 тысяч, сколько? Миллион двести. А если миллион двести от 20 до 60? А сколько до 20? А сколько после 60? Или два с половиной миллиона или три? С маленькими детьми. Так как они там жили и существовали? Бог послал много чудес. Основные были три чуда. Бог послал для питания ману. Бог послал с ними колодец. Когда жарко надо… Всегда надо пить, а когда жарко надо пить больше. И было ли облака? По-честному я даже не знаю, было ли им так жарко. Может быть облака были как… Как у нас кондиционер. Они спасали их от жары. Так очевидцы этого… Видели это чудо и чувствовали его. Но когда проходят годы… Века, тысячелетия… Люди могут сказать… Как говорят… Не так уж страшен Бог, как его описывают. Не пустыня, но степь. Что-то там растет. Колодцы какие-то были. В краю пустыни. Что Бог сделал? Бог, во-первых, так… Так ввел, чтобы пустыня осталась в такой же пустыне. Сейчас тоже. Зинайская пустыня. Такая же. И Бог записал в Торе 42 названия мест. Мест. Какие-то имена забудутся в течение поколений. А какие-то можно будет узнать где-то. И тогда можно понять и почувствовать, какие большие чудеса были там. Сама их жизнь 40 лет с маленькими детьми. 2,5-3 миллиона – это великое чудо. У меня был вопрос. Как известно, Израиль шестидневную войну занял Синай. А затем в переговорах с Египтом отдал. Я в политическую сторону вообще не собираюсь входить. Но почему Бог это вел так? И я скажу вам, что я думаю. Бог хотел, чтобы многие евреи видели своими глазами эту пустыню. Многие там служили в качестве солдат. Многие просто путешествовали для интереса. И очень многие видели эту пустыню. И видели, что она такая же пустыня. И тогда можно больше чувствовать великие чудеса, которые Бог сделал с еврейским народом. И выехали из пустыни Синай и расположились в Кеврот Атава. В могилах тех, кто имели страсти. В измеи рите на тава, готовились в Хацереще . И они могли нести в их змеи, потому что я тожеheartügал Diosмом . И выехали из р foam и от Everyму находится в р izρό . И они могли 잃ами в barn Center . И они были безжас together . Và они могли стать в ст Они могли сказать об shrubelах . И они могли сказать о trickyхе я тут с головки , И они могли сказать об надпитании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Мудрецы Талмуда Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дом за домом Дима Торзок Дима Торзок Добер говорил Дима Торзок 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 Меньше, получали меньше. Земля была поделена не по площади, а по ценности. Небольшой кусок цены земли был равен более крупному куску, менее ценных земли. Мы им говорим еще, а если вы не прогоните, а съедите жителей страны от вас, что вы оставите от них, как колышки в ваших глазах и как колючки в ваших боках. Они будут вас давить на земле, что вы там проживаете. Они будут вас давить. Вот и будет. Как я думал, если вы оставите жителей страны, то это опасно. И они будут для вас как колючки. Будут вам мешать. Жители страны, когда они вошли под руководством Ешуа, то они, как написано, оставили их. И это было причиной. Во-первых, они нападали и воевали, создавали трудности. И, кроме того, это была духовная опасность для еврейского народа. И многие евреи переняли идолы. И, в конце концов, это было причиной первого знания. А теперь идет глава границ земли Израиля. Какие границы, которые Бог обещал еврейскому народу в Торе? Границы земли Израиля. Тут граница западной части земли Израиля. Базария. Продолжение следует. Границы земли. Границы земли Израиля. И вы приходите в землю Кно. Здесь, в городе, это земля. А еще типова Хембенахо, который пойдет вам в наследство, Эрец Кнан. Земля Хнан, по ее границе. Так интересно, он начинает с юга-востока границу. Будет у вас край южный, пустыня Цин, а уеды Эдин возле дома. Будет у вас южная граница, от конца Мертвого моря кеду на восток. Второе, это Мертвое море называется Соленое море. Крайняя граница юга будет от края Йома Мелых, Мертвое море кеду на восток. Венослава Лохема Гву, повернется у вас граница Минегев южнее Амалия Крабим, чем Амалия Крабим, то есть Амалия Крабим внутри границы. Было оба цинь, пройдет Цинь, будет выход Минегев с юга на Кодыш Барнея, То есть Кодыш Барнея тоже входит в границы Израиля, в Йоца выходит Хацар Адор, в Ава проходит Ацмейна. А вот тут, на западе, в Анасав Агву, повернется граница Мяцмон, Нахова Митраем на египетскую реку, на египетскую реку, в Йоца и Цинь, будет выход Хайому к морю, то есть к земному морю. А что такое Нахова Митраем, египетская река? По мнению Рафса Дегаона, египетская река это Эль-Ариш. Знаете, где Эль-Ариш? Это южнее и западнее газы. То есть газа она входит в эту территорию. Египетская река это Эль-Ариш, так считает Рафса Дегаона. Ибенеза тоже говорит, что это не Нью. Не Нью это другая река, это Эль-Ариш. У Гву Йом, а западная граница. В Йо Хэм будет вам Гайома Году, великое море. У Гву и граница. Зи Йо Хэм Гву Йом, это будет у вас западная граница. То есть западная граница это Средиземное море. Но интересно, в Талмуде приводится, что берут северный край границы у Средиземного моря и южный край границы возле Эль-Ариша и проводят по ней линию. И часть моря, которая входит в эту линию, это тоже часть земли Израиля. Острова туда не входят. Это будет у вас северная граница. Минайома Году от великого моря, это из Средиземного, тесового Хэм. Направьтесь, Эйр-Ар, горе на горе. Мы уже говорили, что гора на горе, это как маленькая гора на большой. Но это другое место. Там мы говорим, это вне земли Израиля, близко к границам Израиля. Гора на горе, это место захоронения Аарона. Это на юго-востоке Израиля. А это на северо-западе Израиля. И это находится у Средиземного моря. Говорят, что это где-то по одному изменению в районе Берута. Мы уже говорили, что мы вернемся в Хамос, и будет выход на двух границ. Мы уже говорили, что будет граница Зефрейна. Мы говорили, что выход будет Хазар-Инон. Это будет северная граница. Видите? Потом Зефрейна, потом Хазар-Инон. Это северная граница земли Израиля. Направьтесь вам в восточную границу. Мы Хазар-Инон. Швом? В Ярадагву спустится граница. С севера на юг называется граница спускается. Мы швом от швом от рива. Мы кедем его ойн с востока от источника. В Ярадагву спустится граница у Мохо. И дойдет кесов у плеча Йомкинерес, Тивериадского озера кедем с востока. Видите? Граница проходит по восточному берегу Тивериадского озера. То есть все Тивериадское озеро Ямкинерес входит в границу Израиля. Который Бог обещал. В Ярадагву Айардэйна. Спустится граница в Ярдэйн. В Иссейсе будет выхода Йомамелах, Мертвое море. За Истиллахэморэц. Это будет вам земля. Легву Иссейсо по ее границам, что вы вокруг. То тут начали с южной границы. Восточная, как она проходит. Южная граница с востока до запада. Затем западная граница. Это Средиземное море. Северная граница. Начинается с Ирогорода. Как выступ. Который входит в Средиземное море. И проходит по северу. А затем граница проходит по востоку. От Ямкинера. Тивериадского озера. Майцам Мэйшу казал мошенную. И строил снова в Израиле. Гайма говоря. Здесь город. Это земля. А что ты снаху Иссо. Будете наследовать в Гейроу Пожребио. А еще от Сива Одиной. Что Бог велел вас издать. В России сейчас аматысь. Девяти коленом выхотцы аматы. И половину колена. Девять с половиной. Ки потому что. Рокху взяли. Маты в ней го Рувыни. Колено Рувына. Равей с авейсом. По дому их отца. У маты в ней го Годи. И колено Гада. Равей с авейсом. По дому их отца. Вахатцы маты мнаше. Поговина коленом мнаше. Рокху взяли. Нахалосом их наследство. Мейвер. С другой стороны. Ярден нереху. Ярден нереху. Ярден нереху. Ки из Мизроху на востоке. То есть. Тут границы западной части земли Израиля. А там два с половиной колена взяли восточный бок Иордана. Землю по восточному берегу Иордана. Ну. Есть книги, которые анализируют где точно эти места. Не так просто и однозначно это знать. Насчет северной границы я вам сказал, что это где-то возле Берута. Есть мнение, что это более северная. Есть несколько мнений. Есть даже и мнение, что египетская река это Нил. Но тогда это восточная ветвь Нила. Но больше склоняется к тому, что это Эль-Рыш. Вообще-то эту территорию в Мишне и в Талмуде приводится в территорию, которую евреи заняли при выходе из Египта. Это называется Огай Митраем. И они не заняли всю территорию, которая тут упоминается. И есть еще территории, которые заняли, когда евреи вышли из Вавилона во втором храме. Это территория Огай Бавел, которая меньше, чем территория Огай Митраем. То есть тут мы уже видим три территории. Территория, которая написана в Туре. Территория, которые реально заняли те, кто вышли из Египта. И территория, которые заняли при выходе во время второго храма. А вообще-то приводится в книгах пророков, что территория земли Израиля расширится. Приводится, что Иерусалим тоже расширится. Ну, возможно, тогда мы войдем в территорию Иерусалима. Иерусалим старый, который был тогда, мы точно сейчас не входим. Это, это же понятно. Это не то, что понятно, это известно. Даже одно из прямых доказательств, в Санедрии есть же могила. А известно, в Иерусалиме не было могил. Только могила царей из дома Давида. Что определенно, что в Санедрии это точно не территория старого Иерусалима. А вообще-то понятно, что, по-видимому, территория старого Иерусалима намного... От Санедрии надо еще идти с какое-то расстояние. Но в будущем приводится, что Иерусалим расширится. Написано проза из тысячи в Иерусалиме. Проза, значит, открыта, без крепости. Что же мы будем делать с этими могилами? Нет, могилу уже давно вытащили. Теперь, если вы спрашиваете, что будем делать с могилами, которые есть в кладбище в Санедрии, ну, придут, придут мудрецы, спросим, что надо делать. Что? Послушайте, на все... Когда я был не Иерусалимом, что у меня есть еще другая была цена. Смотрите, это я не знаю. То, что известно, во времена, когда Иерусалим стоял, могли быть кладбище только для царей дома Давида. А про те могилы, когда они были сделаны, когда Иерусалим еще был храм или после, это я не знаю. То, что было потом, ни о чем не говорит. Дальше идет интересное указание про людей, которые будут участвовать и руководить разделением земли Израиля. Так во-первых, это прочитаемо Анойам еще, что говоря, Илыш, Моисан, Вашим, это имена людей, ашаньях, ахамасорец будет злить для вас землю. Это Его Заракейн, Ишу-Обенун. Ишу-Обенун, он как руководитель народа, и духовный руководитель, и как царь, который принял Моше, а Его Заракейн, первосвященник. И не только, что он первый священник, вы знаете, что был у Рим Ветумим, который имел руах окон, святой дух, делали это все, с коим годом одевал 8 одежды, сказали, так если это будет такое-то колено, скажем, звул он, то ему выйдет какая-то территория. Он брал жреби и выходил на эту территорию. И так было про каждое колено. Это было сделано, чтобы никто не чувствовал, что, может быть, его что-то не додали. Так это было с первосвященником, который имел уровень Ветумим, который работал с руах окон. Ветумим, вы носите ехать, носите ехать мемата, поднаму князю из колена, тихо, возьмите, они хрыл разорос, наследовать землю. Верешмей санош, метам мина людей, рамате и еруда коры бенефуна, клены еруда коры бенефуна. Рамате вне шимен, шмой обмен амирот. Рамате веньомен, елидот бен кисрын. Рамате вне дон носи, буки бенегли. Букipsи. Рамате вне сайфа омате вне леноси, князь. Не амни эйфейд, не амни эйфейд. Умате вне праим носи, кмуэл бен шифту. Умате колено внизу носи алетофон бен панох. Умате вне и сухор носи, байтейл бенозон. Умате вне и opposite носи, князь Ахьюд бен швами. Умате вне вновь столи носи, бадайл бенамеут. Тут обращают внимание, что порядок, колен, совершенно необычный, нестандартный. Почему именно по этому порядку их упоминают? Так вы знаете, что я видел ответ? А какой, для чего они тут представители колен? Для чего? Чтобы делить землю Израиля, правильно? Так как раз, поделить территорию, так это понятно, почему такой порядок. Территория Израиля считается, естественно, как две части. Есть южная часть Израиля, есть северная. Так начинают с южной. Это Ягуда, Шиме, Беньомин, Идан получил тоже часть. А затем идет северная. То есть это идет по, соответственно, двум территориям, которые они делили. И раз они, эти князья, представители, чтобы делить землю Израиля, поэтому они поставлены в таком порядке. Эйго, эти ашатсива адвиной. Тобок велел ванахэю. Дать наследство обны и строю. Бэрэс кнуан. Землю, землю кнуан. Сейчас находимся в траурные дни. Мы три недели уже начались. Уже больше, чем полторы недели назад. Три траурные недели. А сейчас вечером начинается, будет Рашходыш Аф. И начинается девять траурных дней. Вы знаете, что есть. Траур по разрушению храма идет, как сказать, нарастает. Значит, прежде всего три недели. Три траурные недели. От того, как враги вторгнулись в город 17-го Томуза. Прорвали крепостную стену. Идет до Рашходыш. До девятого. Три недели. Затем с Рашходыш Аф. Это девять траурных дней. Написано в Гимаре, в Шуханарух. Что в эти девять дней не занимаются постройками радостными. Жизнь радостными для свадьбы. Или просто, чтобы сделать более просторно. Если что-то протекает, что-то испортилось, починить. Делают. Но чтобы строить что-то для простора, просто для расширения, в эти девять дней не делают. И с этого времени меньше радости. Написано Мамат и Месингван. Ну, не ставят свадьбу, уже не ставят. С 17-го Томуза. В эти девять дней написано несколько обычаев. Ну, один из обычаев, что мы не едим мясо и не пьем вина. В эти девять дней. Кроме, кроме Митсвы. Ну, во-первых, в Шаббат. В Шаббат мы едим мясо и пьем вино, как обычно, без никаких ограничений. Теперь, если есть трапеза, связанная с Митсвой, заповедью, то делайте ее с мясом, с вином. Например, у кого-то бритмила, 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 или у кого-то выкуп первенца. Или кто-то закончил трактат Талмуда. Делают силу. Можно делать и с мясом, и с вином. Что еще обычаев приводится в шухонарух? Что в эти девять дней не купается. Ну, интересно. Польские пишут так, что завтра, но перед Шаббатом, можно купаться как нормально. С горячей водой, с мылом, шампунем. Нормально. Почему? Потому что это и Рошходаш, начало месяца, и это перед Шаббатом, для почета Шаббата. Поэтому в эту пятницу все купаются как обычно. А следующая суббота уже ограничена. Что такое ограничено? Мишна Брура приводит так, что моют голову с горячей водой. Каждый, только, только это делает каждую пятницу для субботы. И то же самое, лицо, руки и ноги, горячей водой, и то, что делает каждую пятницу. Кто окунается в Микву каждую пятницу, окунается. Окунается не только в эту пятницу, следующую тоже. А кто иногда да, иногда нет, так пусть не окунается. Горячей водой мыло в Микву или в Биазу? Что? Горячей водой с мылом или нет? Мишна Брура написано без мыла. Есть одно мнение с мылом. Мишна Брура написано без мыла. Теперь. Есть другое. Польским говорят Мейшев-Айнштейн и другие. Что есть такое, как в Киммаре есть такой закон и сниз. Значит, что такое сниз? Человек изнеженный и чувствительный. Если человек действительно очень спасен, особенно те, кто работает тяжело физически, то если человек так чувствует, это не для удовольствия, а просто так, это уже по положению и по ощущениям принять душ. Это каждый человек, как он, сколько он чувствительный. Мы, слава Богу, живем в Иерусалиме, но сейчас жарковато. Но все-таки нам легче, чем в районе Бнойврака Тель-Авива. Там влажная жара. У нас сухая жара. Есть некоторые, которые в эту пятницу купаются, как обычно, а есть некоторые, которые и в сочетании, и почет шабата, и чувствуют как-то нехорошо. Некоторые принимают просто душ не горячий. Через пятницу. Как сочетание и сниз чувствительный человек и то, что это почет шабата. Так что я сказал пару слов о трауре, но основной же в трауре нет сами действия на ощущение, что разрушен храм. И почему он разрушен. Этот вопрос. В эту пятницу моется тело. В эту пятницу моется как обычно. И с горячей водой, и с мылом, шампунем. Все как обычно. Вопрос, а вопрос через пятницу. Между прочим, приводится, так как следующая суббота выпадает на 9 авгу, то приводится, что желательнее купаться до полудня. Следующую пятницу. В эту, как обычно после полудня, ближе к шабату. А через неделю желательно, только что человек покупается, делать это утром. Ну, в этом году 9 авгу выпадает на субботу. Правильно? А пост переносится на воскресенье. То есть мы с субботы выходим на 9 авгу. Так известный вопрос. Как делают Абдалу? Значит так. Когда мы делаем Абдалу, надо же ее выпить. А выпить раз вошло 9 авгу, пить нельзя. Так то, что написано, что ждут до завтра. И когда выходит пост, то делают Абдалу и выпивают. И этим выходит из поста. Первый вопрос. Другой. Мы же делаем еще два богословления, которые мы делаем только вечером на исходе субботы. Знаете, какие? На пахучий состав. Боримин и Псамин. И на огонь. Боримин и Реяиш. Который сделал фиды огня. Это делают только на исходе субботы. В воскресенье. В воскресенье это уже не делают. Абдалу делают только при Агофе и Барухам Авдию разделяют. А браху на Псамин не делают в воскресенье. Так что делают с этим? Значит, написано в Шухонорах так. На Псамин вообще в этом году не будет, не говорят это браху. И не нюхают. Знаете почему? Девятого ава иметь и искать что-то с приятным запахом не подходит девятого ава. Так мы вообще не нюхаем и не говорим браху. А браху богословление на огонь мы говорим. Так это обычно говорят бекнесети. Зажигает огонь и говорят Боримин и Реяиш имеют удовольствие от этого огня. Это говорят бекнесети. То есть еще раз. На воскресенье говорят браху на вино и Бог разделил между святым и будничным. Браха на пахучий состав вообще того огонь выпадает. Не говорят ее вообще в этом году. А браха на огонь. Говорят обычно бекнесети. Если кто-то хочет сделать браху дома, может сделать дома. Если женщина одна. Если она... Должна я не могу сказать. Если она хочет, то может. Есть еще вопрос. Есть больные, которым по состоянию здоровья трудно поститься. И им нельзя поститься. Так перед тем, как они хотят есть и пить, им надо сделать абдалу. Между прочим, если кому-то достаточно пить воду, то вообще-то человек может не делать абдалу, пить воду и ждать, скажем, абдалу, которую муж делает при выходе поста. Если кому-то достаточно пить по воду. По основе закона воду можно пить до абдалу. Мы это обычно не делаем, но по закону нет запрета. Что? Смотрите. По закону нет запрета. Обычно мы это не делаем. Я вам скажу. Это знаете, когда это актуально. Предположим, жена находится дома с детьми. А муж... И, предположим, муж молится в таком миянии, который молится поздно и остается, и задерживается еще, скажем, на полчаса. Если же нет трудно продолжать паст, она может сказать барухам абдил бен кодэ шахоу, благославлен, кто отделил святое от будничного, и пить воду сколько она хочет. Но тогда надо говорить барухам абдил бен кодэ шахоу. Почему? Потому что в Янкипур в святый дня входит также запреты есть и пить. Да. А после 9 авгу надо сказать богам, благославлен, кто отделил святое от будничного для работы. Чтобы пить не надо говорить. Янкипур надо. Я говорю сейчас про выход из следующего шаббата. Я говорю не про этот шаббат, а про выход из следующего шаббата. Теперь, в шаббат мы не... В шаббат мы можем спокойно идти в кожаные обуви. Но когда выходит шаббат и входит 9 авгу, то нельзя ходить в кожаные обуви. Люди обычно меняют дома обувь. Или кто-то ходит и в шаббат в тапочках. И потом идут в окнастан. Я забыл сказать. В следующий шаббат, который 9 авгу, не в этот. Хотя это и прямо перед 9 авгу. И даже это выпадает в принципе 9 авгу. То нет никаких ограничений. В третью трапезу, кто хочет есть мясо, может есть мясо. Хочет пить вино, может спокойно пить вино. Но надо закончить трапезу до захода солнца. Обычно в шаббат мы же заканчиваем, когда хотим. А вот не в этот шаббат. Следующий надо будет закончить до захода солнца. Между прочим, в этом году, когда раз пост перенесенный, то в чем-то он легче. И если есть беременные женщины, которым трудно поститься, или кормящие, так в этом году, обычно так, беременные и кормящие, все другие посты по закону не обязаны. Кто-то хочет, может поститься, но не обязаны. Все другие посты. Они обязаны поститься в Йом-Кипур, и обязаны поститься 9 авгу. В этом году, когда 9 авгу перенесенный, они тоже должны поститься. Но если женщины беременные, которым это трудно, или кормящие, которым это трудно, то в этом году они могут облегчить и не поститься. Кажется, разобрали немножко законы. Я только хочу, чтобы не путались. Я всегда говорил о двух субботах. Я говорил довольно много о субботе, которая не эта, а которая через неделю. Как выходит из той субботы в 9 авгу, чтобы было четко и ясно. И как делает Абдаву. То есть нормально Абдаву делают при выходе 9 авгу. Если кто-то постоянное здоровье должен привать пост, то перед тем, как он ест и пьет, он должен сделать Абдаву. Да? А после, вот, на пост перенесен. Обычно после 9 авгу, там еще 10 авгу, первую половину дня, есть запреты. А вот в этой... Смотрите, в этот раз, почему есть запреты после 9 авгу на часть 10 авгу? Мы же ашкнадские евреи. У ашкнадских евреев ограничение до полудня 10 авгу. Почему? А вы знаете почему? Потому что тамуд говорит, что большинство храма горело 10 авгу, не 9 авгу. 9 авгу к концу дня подожгли огонь. А горело... Большинство храма горело 10 авгу. Поэтому мы ведем часть траур 10 авгу. В этом году... не есть мясо, не пить вино до полудня 10 авгу. И то же самое насчет стирки, купания. Теперь. В этом году, когда 9 авгу перенесено на 10 авгу, то 10 авгу тоже ушло. 10 авгу тоже ушло. Поэтому нет всех этих ограничений. Можно сразу же после выхода поста купаться. Можно стирать. Можно сразу же все это делать. Единственное ограничение, которое да, есть. На исходе 9 авгу не едят мясо и не пьют вино. Кроме вина Авдалы пьют спокойно. Но и мясо, и вино другое не едят и не пьют. А насчет стирки, купания и так далее... До какого времени? Нет ограничений. Что? До какого времени 11-го в этом году не едят мясо? Нет. Я вам скажу только вечером. Только вечером. Только вечером. С утра 11-го можно спокойно есть мясо и пить вино. Вечером не едят. А объяснение этого такое. Так как есть такие правила, что в день, когда есть строгий пост, то он чем-то продолжается вечером после выхода поста. А так как 9 авгу это строгий пост, то его продолжение не есть мясо и не пить вино. То есть, а на завтра уже всего этого нет. Уже всего этого нет. Что? Уже всего 21-го. Да, в чем вопрос? Уже к обычным постам. А, смотрите, это уже поститься. Есть опыт поститься. Ну, я не знаю, это... Есть, мне кажется, был обычай и есть, но многие постятся. Сказать, что это обязательно, я не могу сказать. Это уже как у человека состояние здоровья. Обычно два дня подряд для многих, я думаю, это тяжело. Это уже как человек чувствует. Если у вас это, как сказать, обычай, которые вы уже делали несколько раз, может быть, стоит снять, если вы чувствуете, что это трудно. Интересно. Интересно. У меня был вопрос поститься в день, ёртся это папа и мама или нет. Но папа и мама так позаботились, что сняли с меня этот вопрос. Ёртся это мамы, это второго сивана. День, когда не говорят и не говорят таханун. И приводится, что в день, когда не говорят таханун, не постятся в день ёртся, да? А ёртся это папа из отца восьмого ава, это день перед девятым ава, тоже непрактично поститься. Впрочем, восьмого ава, то есть через неделю как раз будет ёртся папа из отца. Уже пятнадцать лет. Интересно, что папа из отца ушёл точно в полдень перед девятым, точно в полдень, без четверти часа. Я вам скажу, почему я это говорю. Мы, все дети, стояли возле папы в больнице. Это было в той пор не мраз, даже позвали меня. И люди из больницы не мешали и даже помогали в этом. И мы все стояли и стояли у инструментов. Поэтому мы можем сказать, что это было без четверти часа, прошу прощения, без четверти часа точно полдень. У меня тут планили за счетов четыре. Я тоже знаю, как на работу. Был интересный вопрос, когда провести похороны. Хабракадыши нам предложил или в тот же день, или вечером. После долгих колебаний было принято решение вечером. Потому что для уважения, чтобы люди знали, могли приехать. Я думаю, что это было верное решение. Чтобы люди могли приехать с других мест и так далее. Но получилось интересно, что получилось все, все, кто пришли на похороны, были тоже в трауре, были без обуви. Вообще-то надо подумать, из-за чего был разрушен храм и что мы должны исправить. Это же центральное. Это даже более центральное, чем на самом деле, что мы делаем память о разрушении храма. Сам траур. Из причин разрушения храма первого, приводится, что было идолбаконство, разврат и проливание крови. Интересно, что исправление греха идолбаконства, знаете что? Талмуд говорит, что исправление греха идолбаконства, это соблюдение шаббата по всем правилам. Кимара говорит так, что если кто-то когда-то служил идолом, а сейчас он соблюдает шаббат по всем законам, изучает законы субботы и соблюдает их, то это является искуплением до греха и долбаконства. Соблюдение шаббата, изучение законов шаббата, знать, соблюдать, это очень важно. А второй храм был, как известно, был разрушен из-за напрасной ненависти и за вашу нора. В этом тоже надо принять во внимание. Отдаляться от ненависти и учить законы, что можно говорить, что нет, и соблюдать. Бог помог, что храм был скоро отстроен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok